Гидрометаллургический цех будущего спроектировали школьники Амурска. Свои идеи они представили на профи-квесте «Вступай в золотую команду», который организовал Амурский гидрометаллургический комбинат для учащихся с 9 по 11 класс из пяти школ города. Никита! Никита! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Пять, четыре, три, два, один! Формат динамичного игрового мероприятия позволил погрузить старшеклассников в производственный процесс Амурского гидрометаллургического комбината. Полиметалл всегда очень организованно делает все свои игры, очень много различных станций, очень интересно все делает. Я раньше был на мероприятиях полиметалла, которые проходили в других зданиях, но я здесь первый раз и мне очень все нравится. Нравится этот квест, необычно, раньше с таким не сталкивался. Мне очень интересна вся эта тематика про руду, которая связана с химией, биологией, связана с экологией. Я очень это ценю. О компании я знаю, наверное, основной системы, то, что полиметалл в России занимает первое место по добыче серебра и второе место по добыче золота. В основном вся промышленность сосредоточена на Дальнем Востоке и часть в Казахстане. Всего ребятам нужно было пройти пять игровых точек. Геологоразведка, добыча руды, экология, будь уверен в безопасности и фотозона извлечения золота. Главная задача справиться с заданием за отведенное время. За успешно пройденные испытания начислялись баллы. В данный момент очень интересно проходить испытания, узнавать что-то новое о месторождениях, допустим, как у нас это было. Вы еще не думали, куда бы вы хотели поступать, учиться? Ну вот, благодаря сегодняшнему мероприятию, возможно, даже на полиметалл, что-то связанное с этим. То есть мы задумываемся об этом, о будущей профессии, связанной с полиметаллом. После игры школьников встречали гости и постоянные партнеры компании «Полиметалл» – представители Комсомольского на Амуре Государственного университета и Амурского политехнического техникума. Ректор КНАГУ Эдуард Дмитриев рассказал школьникам, какие профильные специальности есть в УЗЕ. Мы традиционно готовим по многим техническим специальностям, по таким, как, допустим, управление в технических системах, автоматизация технологических процессов. Ну и вот с недавнего времени мы открыли специализацию, это в направлении химические технологии. Мы открыли направление такое, как обогащение природных минеральных ресурсов в части драгоценных металлов. Научиться рабочим специальностям, востребованным на АГМК, можно в Амурском политехническом техникуме. Техникум принимает студентов без экзаменов на основании конкурсов аттестатов. После завершения обучения в нём можно поступить в тот же КНАГУ без сдачи ЕГЭ. Например, техническая эксплуатация, обслуживание электрического и электромеханического оборудования, мастер слесарных работ, сварщик электросварочной, газосварочной работы, информационные системы и программирование. Именно по этим профессиям и специальностям ребята уже проходят производственную практику на предприятии по определённой квоте. И очень много выпускников нашего учебного заведения, которые закончили обучение по указанным направлениям, уже работают на гидрометаллургическом комбинате. И востребованность только возрастает. Заместитель управляющего директора Амурского гидрометаллургического комбината по персоналу Оксана Барапаева рассказала старшеклассникам о значении предприятия в её жизни. Для меня АГМК это синоним слова возможности. Возможности карьерного роста, возможности профессионального развития, возможности общения с уникальными людьми, обладающими экспертными знаниями в своих областях. Ведь, несмотря на то, что программирование, цифровизация помогают в решении многих современных задач и проблем, всё-таки учимся мы у людей. В общении с ними мы узнаём что-то новое для себя, развиваемся, повышаем свою планку. И компания «Полиметалл» и АГМК в частности такие возможности предоставляет. Было бы желание. В конце мероприятия ребята представили домашнее задание. Свои проекты гидрометаллургического цеха будущего, которые они разрабатывали в течение недели. Им заранее были предложены макеты цеха с изображением автоклава – основного оборудования АГМК. Команды должны были дополнить плакаты и творчески раскрыть в своих проектах темы экологии, комфортных и безопасных условий труда, инновационных технологий будущего, автоматизации процессов производства. Лучшей стала команда школы номер 9. Второе место заняли ребята из школы номер 6. На третьем месте команда школы номер 3. Анастасия Козырева, Анатолий Карпов, Игорь Демьяненко, телеканал Амурск.